Привет! С вами опять Зажигалочка. В Елгаве мы оказались вечером, проездом по пути из Риги в Янпилс. Елгава – это город в центральной части Латвии, примерно в 40 километрах к юго-западу от Риги, с населением 56 тысяч человек. 55% этнических латышей, остальные – русские, белорусы, украинцы, поляки, литовцы и другие. Елгава – самый большой город в регионе Земгалы. Место известно с 1226 года. Замок Ливонского ордена был основан в 1265 году. Историческое название – Митава. Город был столицей объединенного Курлянского и Земгальского герцогства и административным центром Курлянской губернии. В 1710 году на основании соглашения, заключенного между царем Петром I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, будущая российская империатрица Анна, которую при своем дворе в Москве воспитывал Петр I, вышла замуж за 17-летнего герцога курлянского Фридриха Вильгельма. Тот вскоре заболел и быстро после свадьбы скончался. После смерти супруга по настоянию Петра I Анна Иоанновна проживала в качестве вдовствующей герцогини в Курляндии, в Митаве, ныне Елгаве. В 1727 году она находилась под сильным влиянием своего фаворита, оберкамер-юнкера Эрнста Йогана Берона. На берегу реки стоит Митавский дворец, возведенный для Эрнста Берона архитектором российской империатрицы Бартоломео Растрелли. В феврале 1730 года Российский Верховный Тайный Совет избрал Анну Иоанновну, как старейшую в роде Романовых, на российский престол, и она уехала назад в Москву. В 1936 году в Елгаве, в Митавском дворце, открылась Латвийская сельскохозяйственная академия. Академия Петрина или Петровская академия – первое в Латвии высшее учебное заведение, которое тоже было основано герцогом Петром Бероном в 1773 году. Академия меняла свои названия и статусы, но дух студенчества в городе остался навсегда. Недаром в городе возвели памятник студенту и сочинили песню, которая передается поколениями. Снедзе встречается со своим другом студентом. Что это значит? Бедный он, бедный он. Почему он бедный? Ну, ему нету где спать, мама дома ждет, а он пропал потом. И не сдал экзамены? Ну, конечно, не сдал. Любое место связано с людьми, которые в нем проживают. А рассказать о городе лучше всех могут именно твои друзья. Мы позвонили нашей подруге Марита, которая долгие годы руководит коллективом латышских народных танцев и прекрасно знает город. Марит, как вы чувствуете в новой году? Продолжение следует... Продолжение следует... Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...